Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и сегодня мы поговорим о новом обновлении Xbox, которое вышло совсем недавно. Сегодня я расскажу о новых функциях, покажу, как они работают, ну а также покажу функцию, которая, возможно, добавилась в прошлом или позапрошлом обновлении, который я, кстати, не заметил. В общем, как всегда, перед началом видеоролика поддержите видос с лайкосиком, подпиской на канал, ну а также ловите промокодик на Кинопоиск HD для новых пользователей. С помощью него вы сможете смотреть мультики, фильмы, сериалы целых 60 дней и совершенно бесплатно. Ну а также получите полный доступ к Яндекс.Музыке и к скидкам сервиса Яндекс. В общем, ссылочка на активацию, как всегда, будет в закрепленном комментарии под видео, и давайте начнем. Первое нововведение, о котором я расскажу, это 4К-разрешение в дашборте, да, которое очень-очень долго ждали. Почему это нельзя было сделать на старте, на самом деле большой вопрос, потому что та же PlayStation 5 уже давно обладала данной функцией и без проблем выкатывал дашборд в 4К. Но Xbox Series X выкатывает в 4К дашборд только вот прям пару дней назад. Не знаю, в чем была сложность, и, на мой взгляд, такая функция должна была появиться сразу на старте, дабы люди, которые покупают консоль под 4К-телек, сразу видели, ну, некое преимущество или некую картинку, ну, более приятную для своего телека. К сожалению, данную фичу я не могу вам показать через экран, потому что, во-первых, нужен 4К-телек, и, во-вторых, мне не позволяет карта захвата. Но, чтобы вы понимали, на 4К-разрешение у вас просто будет четче вот это вот меню. Ну, вот, в принципе, у вас примерно экране. Чтобы видеть данную разницу, в принципе, ничего делать не надо, нужно просто обладать 4К-телеком, и просто в настройках консоли включить 4К-разрешение, и все. Вторая функция, которая появилась с этим обновлением, более интересная, но также была много ожидаемой, так скажем, и непонятно, почему ее не вели раньше. Если вы зайдете в настройки, а именно в специальном возможности, в ночной режим, вы поймете, что теперь экран можно включить в ночной режим. Не знаю, кому это будет удобно, да, ну, это понятно, чтобы не уставали глаза, все дела, но главная фича, которую я хотел бы здесь выделить, это совсем не это. Дело в том, что вот в этой вкладке настроек можно теперь поменять яркость подсветки на геймпаде. Да, я уже, в принципе, ее поменял, я не знаю, видно вам или нет. Суть этой функции, если мы будем сейчас менять вот этот индикатор, то у нас светильник будет становиться ярче или тусклее. На самом деле, эту функцию много кто ждал, потому что кто-то жалуется на то, что вот светит этот огонек слишком очень сильно. Единственный вопрос, вот видите, да, он даже отключается, ну, как по мне, вот это вот кринж. Не знаю, как вот вам, но с выключенным индикатором это совсем не очень. Как бы, понятное дело, что, скорее всего, не будет жрать батарею, как раньше, но все же. Давайте я вам сейчас при темноте это покажу. А тут, наверное, практически так же не видно, но на самом деле он уменьшается прям нормально так. К сожалению, да, я вам это точно показать не могу, кроме вот этого варианта, который полностью отключает подсветку, но все же. Конечно, не знаю, насколько это уменьшит затратность батареи, да, то, что индикатор не горит, но так или иначе, для тех, кому реально мешал, это здорово. Помимо этого, да, можно настроить отдельно вариант, если вы переведете консоль в ночной режим, ну, тот, который вот я сейчас показывал. А также можно еще уменьшить кнопку питания на самом Xbox. Если вы сейчас так же вот так вот сделаете, то на моем Xbox, да, отключится вот этот вот символ вообще или станет тусклее. То есть вот такая функция, по сути, введена в данном обновлении и кому-то она может даже пригодиться, потому что вдруг кто-то играет или кому-то реально мешает этот огонек, они могут его просто вырубить. Так или иначе, не знаю, почему такую функцию не могли вести раньше, потому что многие, кто говорил, что, блин, он настолько ярко светит, что реально ночью мешает. Не знаю, как вам, но мне лично нет. Кстати, напишите в комментариях, кому эта лампочка действительно мешала. Также в данном обновлении говорят, что есть какая-то кнопка, которая якобы помогает намного быстрее все это кастомизировать. Насколько я понял, это вот это вот. То есть если вы нажмете на Back, теперь можно поменять мой фон, можно поменять специальные возможности, и мой цвет, и тема. То есть, насколько я помню, раньше вот этой вот вкладки, которая была справа, ее не было. Была только здесь и настроить гид, насколько я знаю. Может быть, я ошибаюсь, но это лично мое вот такое замечание, потому что везде, где было написано, что привезнеслась, так скажем, вот эта вот вкладка, ну, что как-то проще можно было настраивать, нигде не писали и нигде не показывали, а где, что и почему. И, в принципе, вот мои догадки останавливаются вот на этом, что вот этой вот вкладки в прошлом обновлении не было. Также, когда я лазил и смотрел фишки этой обновлений, я нашел кое-какой интересный пункт. Вот он, в принципе. Называется он транскрибирование игр и чатов. Что он делает? Дело в том, что когда вы заходите в команду и что-то говорите, он, ваш голос, может полностью преобразовать в текст. И это не шутка. На самом деле, я думаю, что с таким нововведением недалека картан от русского, потому что преобразует в речь, он действительно очень, очень годно. Давайте я вам, в принципе, продемонстрирую. Я, конечно, весь мозг сломал, как вам это записать, потому что, ну, увы, это не так просто, как вы думаете, но сейчас я попытаюсь. Сразу предупреждаю, что, возможно, будет эхо, но по-другому здесь никак. Раз. Раз-два. Раз-два. Раз. Раз. Раз-два. Понимаете, да, что я имею в виду? Я не знаю, эхо у вас или не эхо, но так или иначе, то, что я говорю, Xbox преобразует в текст, который находится сейчас справа. Я, к сожалению, не знаю, для чего эта функция и как она поможет игроку. Может быть, кто-то слабо слышит, может быть, что-то еще. Но так или иначе, она справляется более чем нормально. Вот давайте вот чисто вот смотрите на правый уголок. Я вот сейчас вот вам докажу и покажу, как это все делается. Один-два-три. Однерку пропустил. Читару. Фил Спенсер. Эт он хорошо перевел. Это тоже. Раз-два-три. Пять-шесть. Семь-восемь. Девять-десять. Ну, неплохо, неплохо. На самом деле он переводит. И так или иначе, какой-то говор, он реально преобразует текст. Я не знаю, почему с такой функцией все еще недоступна русская картана, потому что, в принципе, он нормально все это делает, переводит и, ну, плюс-минус понимает. Также в этой функции, если включить еще одну вкладку, сейчас вам покажу. Нажать сюда галочку и выбрать голос. Кстати, зацените. Дмитрий. Светлана. Опять же, я не уверен, что это у вас все работает и вы это слышите, именно Дмитрий, Дарья и так далее. То тогда, когда вы пишете здесь сообщение, сейчас, именно в команде, в команде это только работает, он это воспроизводит. Просто давайте я попробую сделать, может быть, как-то привязать наушник, чтобы вам показать. Он реально воспроизводит все то, что вы пишете, типа, ор выше гор, давайте напишу. На самом деле, не очень понимаю, зачем эта функция, но так или иначе она есть. Так, мы написали теперь. Я не знаю, слышали вы это или нет, но так или иначе он говорит. То есть, нормальный говор, прям нормально. Опять же, не знаю предназначение данной функции. Если у вас есть какие-то догадки, напишите в комментариях. Но просто это прикольно. Единственное, единственное, что я заметил тогда, вот вы видите, наверное, что у меня два профиля. Я потому что весь вечер сидел экспериментировал. Если вдруг собеседник заходит, то у него это все почему-то переводится в английский. Сейчас это покажу. Настя, зайди в команду, please. Говори что-нибудь. Вот, о чем я, в принципе, говорил. То есть, она говорит, мой голос переводится в русский, да, как я говорю. А у нее почему-то в английский. Но это не транслейтор, понимаете, да? Переводчик. Вот, pretty much переводчик. Вот он так делает. То есть, он не переводит мой говор на английский, а просто с моих голосовых команд додумывает, чтобы я бы сказал по-английски или как так. То есть, он просто делает некое созвучание. А, вот, сейчас он нормально писал. По-русски с моего аккаунта. Но с него, с ее аккаунта, да, он пишет, I was just a... То есть, то, что я не говорил вообще. Но, видимо, по звуку это как-то... Ой-ой-ой, я смутягался. Мне могут быть бан, мне кажется, дать за это. Ну, короче, вы поняли. То есть, если собеседник говорит, то получается так, что его говор почему-то не по-русски, как мой, да, делается, а именно по-английски. Я пробовал изменять русский язык. Так что, ну, короче, все пробовал, он почему-то просто не робит. То есть, тогда, когда я говорю, он делает по-русски, тогда, когда говорит собеседник, он делает по-английски, хотя собеседник говорит по-русски. И он его не переводит, а именно просто ловит некое звучание. Помимо этого, в данном обновлении говорят, что ввели некую разблокировку в Microsoft Edge или в Internet Explorer, не знаю, вот, и якобы можно поиграть в GeForce Now. Но, к сожалению, когда я пробовал это сделать, да, запустить эксклюзив PlayStation 5 на Xbox, так скажем, поэкспериментировать, давайте вот тест-трейдинг найдем, он пишет, что с этого и этого не канает. То есть, Safari, Chrome и все. То есть, даже если я вот пишу скачать, то он не понимает. Соответственно, видимо, пока до нас вот это вот не добралось. Возможно, будет в следующем обновлении, может быть, нет. Но, как это будет доступно на Xbox, я обязательно попробую запустить какую-нибудь игрушку, которая недоступна на Xbox One при помощи GeForce Now, и поиграть, и посмотреть, какого это. Короче, если будешь ждать, обязательно Лойс. В общем, на этом все функции, которые были в данном обновлении, может быть, даже и в прошлом. Если видос понравился, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши, какая функция больше тебе подходит, какая понравилась, и что бы ты вообще хотел, чтобы в Xbox когда-либо вели. И большое спасибо за просмотр тебе. До новых встреч.